Добрый вечер, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики, с вами снова я, ваш горячо любимый и давно потерянный Аланзар. Уже почти год прошел с тех пор, как я сделал свое последнее прохождение демо-версии игры Титаник, в честь и слова. Я понимаю разочарование многих из вас за мое длительное отсутствие, да и в принципе многие из вас надеялись, что я буду и дальше заниматься вот этими прохождениями, обзорами в течение длительного периода времени. Но вы должны понимать, что я в первую очередь себя акцентирую как медицинского работника, как врача, а уже на первом, втором, третьем месте я уже и там блогер, монтажер, музыкант и так далее, и так далее. У меня много разных увлечений, интересов и так далее, и так далее. Так что прошу вас прощения, дорогие мои друзья, за длительное отсутствие, да и в принципе вы должны понимать, если бы я этим делом занимался регулярно, да, прохождениями и так далее, и так далее, меня бы уже давно разнесло как нашего с вами общего знакомого товарища Купленова, который регулярно занимается вот этими прохождениями, да, как вы помните, он начинал совсем худеньким-худеньким, а сейчас его расколбасил как не в себя. То есть мораль в чем заключается? То, что постоянные посиделки за компьютером не очень-то полезны для здоровья. Я понимаю, можно заработать кучу бабла вот этими прохождениями, там лайков и так далее, и так далее, но это не стоит вашего здоровья. Занимайтесь спортом, лишние два часа в тренажерном зале гораздо полезнее, нежели посиделки за компьютером, только в редких случаях. Так что добро пожаловать, друзья мои, я очень рад снова всех вас, так скажем, ментально видеть. Наконец-то я чувствую, что вы со мной, так что, ребятушки, события, события. С недели назад вышла новая демо-версия игры Титаник Честислава Update 2.0. В данной демо-версии разработчики обещают нам 50% открытых помещений доступа по всему лайнеру. Не знаю, насколько это правда или нет, мы посмотрим. Будет прохождение, различемся как следует. Есть еще небольшая новость, то что ребята-разработчики перешли уже на новый движок Unreal Engine 5, то есть новое поколение, так скажем. То есть суть в том, что здесь графика такая реалистичная, настолько красочная, что в принципе от реальности ее различить невозможно будет. И, кстати, еще одна новость, мои дорогие подписчики. Как вы помните, в предыдущих прохождениях у меня были достаточно большие проблемы с прогрузкой, были лаги, текстуры выпадали и так далее, и так далее. Я все время грешил на то, что это мой процессор, в первую очередь видеокарта. В прошлый раз я делал прохождение на видеокарте GTX 1650. Сейчас я обновился, теперь у меня новая видеокарта GTX 3060 Ti. Так что мы посмотрим, насколько вот эта видеокарта вынесет вот этого монстра, который разрабатывается уже в течение чуть ли не 15 лет. Посмотрим, будут ли лаги, будут ли проблемы или их вообще не будет. Я в настройки не заходил, сразу говорю, я там ничего не перенастраивал, как скачал, сразу установил, так и будем играть. Ну что ж, начнем. Так, первый класс у нас с вами, дорогие друзья. Есть променад, бани, второй класс и третий класс. Ну давайте с первого класса начнем, посмотрим, что там интересного будет. Друзья мои, ура, наконец-то. Ну вот красота. Обожаю. Это, знаете, своего рода релакс для меня. После тяжелого рабочего дня приходишь, и вот тебя ожидают вот такие вот прекрасные картинки. Сразу говорю, что музыку фоновую я хотел что-нибудь тематическое поставить, но у нас, понимаете, правила YouTube, они сразу же бракуют любые видео, сразу подаются жалобы на авторские права, поэтому ту музыку, которую вы сейчас будете слышать, это моя музыка, моего авторства. Я ее сделал чуть ли не год назад. Она такая успокаивающая, крайне успокаивающая. Год назад я сделал эту музыку, не знал, куда ее, так скажем, мягко говоря, присунуть. Ну, думаю, что ее здесь использовать будет самое то. Так. Ну, видно, что немножко подгружается, но... Ну, слушайте, но картинка вообще отменная получилась на этот раз. Прямо реально. Такое ощущение, как будто можно потрогать вот эти стены. Вот эта лакировка, вот эта краска, она настолько натурально выглядит. И на дереве, и на стальных стенах. Вообще красота. Ну, слушайте, вообще отличается на самом деле. Картинка отличается от того, что было до этого, да, и сейчас. Ну, реально красота. Такое чувство, что если, в принципе, не вдаваться, так скажем, в крайние вот нюансы детали, если издалека посмотреть, такое ощущение, как будто от тебя... Вот это весь монитор, весь монитор, это как будто окно в другой мир. Как будто ты туда можешь прокраситься и походить, реально. Вот отражение на полу, вы посмотрите, отражение на балюстрадах. Это вообще красота какая-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, какая красота. Я очень, очень, очень восхищен красотой того, что сделали ребята. Ну, вот, слушайте, глаз прям радуется от такой красоты-то. Сразу видно, что здесь, получается, поменяли немножко испарение из вот этих вот радиаторов. Раньше там какие-то были глюки, я не знаю, немножко не так красиво выглядело, я так понимаю. Сейчас такая красота просто настолько визуально эстетично. То есть много чего интересного поменялось. На первый взгляд, то есть, если ты, в принципе, в первый раз проходишь вот это дело, тебе не с чем сравнивать, да, то ты ничего, так скажем, не заметишь, никаких отличий. Но учитывая, что сколько раз мы делали обзоры прохождения, да, мне есть чем сравнить. Тут картинка, конечно, отменная, сразу говорю. И глюки, кстати, по минимуму. Что-то там подгружается где-то понемножку, но это ничего страшного. Так. О! Это у нас, напомните, какая каюта, я уже забыл. Так, B-51. B или B-51. Это получается, насколько я помню, каюта Брюса Исмия, да, владельца компании White Star Line. Прямо ракурс напоминает несколько кадров из фильма, да, из фильма Титаник. Красота вообще неописуемая. Ну, крайне реалистичная. Мне вот интересно, можно ли VR запустить вот на данной демо-версии? Мне кажется, нет. Потому что ребята здесь, в первую очередь акцентировали на то, что они на новый движок пришли и на красочную картинку. Но вряд ли, я думаю, они сейчас будут париться над переделом это все, адаптацией всего этого в VR. Хотя оно того стоит. Плюс ко всему, я обновился. Теперь у меня два новых шлема, Oculus Quest 2. С первым я распрощался. И еще Pika 4. Новый VR-шлем. Кстати говоря, немножко тяжеловатый шлем. В плане того, что он больше характерен для китайского рынка. VR, вот этот Pika 4. Есть и европейские. Но дело в том, что у них маски для шлема, они, соответственно, разные. То есть, когда ты... У китайцев же носы-то маленькие, а у нас они побольше будут европеоидов. Соответственно, когда их надеваешь, такое ощущение, как будто у тебя здесь поджимает ужасно. Но плюс у них в том, что у них окуляры настолько широкие, что обзор гораздо более четче. И картинка гораздо четче, чем в Oculus Quest 2. То есть, там и разрешение гораздо лучше. Так что посмотрим. Может что-то поменяется. И можно будет проходить данную демо-версию. Да и в дальнейшем, может, какие-то версии демо-обновления будут. Можно будет пройти уже в шлеме. Ну, слушайте, вообще красота. Я бы в такой комнате бы жил вообще. Ну, красота вообще какая. Барокко. Это то, что я обожаю. Люблю. Как только увижу где-нибудь мебель в стиле барокко, у меня сразу это слюнки текут. Но сразу же подбираю слюнки, когда я вижу ценники на такую мебель. Нынче все так дорого. Вот уже планирую строиться. Когда видишь ценники в магазинах на стройку, честно говоря, глаза на лоб лизут. Да и плюс ко всему. Сами понимаете, целый год прошло, ребят. Целый год. За год чего только не случилось. Ну, сами понимаете. Вот это спецоперация. Про это я мог бы говорить целыми часами. Но у нас сейчас немножко не столь политическое прохождение. Не связанное никак с политикой. Поэтому постараемся обойтись без вот этих разговорчиков. Ну, слушайте. На этот раз картинка гораздо стабильнее, чем то, что было в прошлый раз. Надо оптимизаться. Ребята хорошо постарались, хорошо поработали. Вообще красота. Вот помните, когда в прошлый раз при первом прохождении предыдущей демо-версии я зашел в ресторан а-ля карт. Тут все полы насквозь было видно. Что там на днище, что сверху. Вообще был ужас какой. Сейчас картинка крайне стабильная, ребят. Только вот при резких поворотах, если повернешься налево-направо, есть немножко прогрузки, но это ничего страшного. Сразу видно, кстати говоря, сразу замечаю, что видеокарта делает свое дело. Я думаю, что если бы оставил предыдущую видеокарту, прогрузки были бы такие, чуть дольше. Кто-то говорил, что в принципе 2060 хватит. Версии GTX и так далее. Ну, кто-то из вас попробует. Может, пожалуйста, скидывайте в комментарии. Пишите, у кого какие, в принципе, вариации. У кого как получается проходить или не получается проходить. У кого какие глюки, проблемы и так далее. Обсудим вместе с вами. Так. Это мы, получается... Ух, хвоста же, да? Кстати говоря, насколько я знаю, вот в этой демо-версии нам будет доступен, точнее, доступно машинное отделение, где стоят величественные четырехцилиндровые поршневые двигатели высотой в четырехэтажный дом. Самые крупные поршневые двигатели из когда-либо построенных были как раз-таки на Олимпике, Титанике, Британике. Дальше я не знаю, честно сказать. Но их рекламировали непосредственно именно так. Ой, красота. Я так понимаю, вот это столовая для стюардов, кажется. Я могу ошибаться, ребят. Но, кажется, для стюардов. А это, получается, кухонька. Слушайте, а вот этого я не видел в прошлый раз. Тарелочки, тарелочки, вкусняшечки. Слушайте. Я как посмотрю на это, сразу вспоминаю, что я на диете. Я как бы зарёкся, что после шести ничего не ел. А играть, ну, делать прохождение на подобную игру, где вот такие вкусняшки, сразу же это вредно для здоровья тоже. Ну, красота, ребят, слушайте. Это, получается, так сказать, своеобразная столовая. Так, так, так. О, слушайте, тут можно убавлять, прибавлять, да? Кстати говоря, в прошлый раз я не знал, что такая функция есть. Оказывается, она есть. Что можно приблизить, отдалить картинку. Кстати говоря, если вы знаете, вот к 25-летию выхода фильма «Титаник» начали распродавать разные сувенирчики, в том числе вот коллекцию посуды. Я вот недавно заходил на Авито, там продают, получается, реплику вот этого, как там, папки Джека, да? Который занимался вот этими рисунками, художеством, да? С карандашами. И ещё реплика посуды, соответственно. Там ценник какой-то за небесный. Там 35 или 40 тысяч только за тарелочку, там, кружечку. Ну, не знаю, кто-то есть, кто покупает вот это всё дело. Я стараюсь как-то в разумительных пределах относиться к подобным покупкам. Если я вижу, что вещь достойная, мне денег не жалко. Я пойду и куплю. Я, кстати, заметил, там есть какие-то часики, которые вышли непосредственно к выходу фильма в 98-м году. Как-то хочется их всё-таки приобрести. Вот это парикмахерская первого класса. Вот с этой странной штуковины, не знаю вообще, зачем её сюда присобачили. Оно тут вообще ни к селу, ни к городу. Сразу интерьер портится, мягко говоря. Так, пойдём сейчас, я так понимаю, кормим. Посмотрим, что там интересного есть. Я думаю, здесь локаций будет гораздо больше. Я не знаю, оселили ли в одно прохождение. О! Офигеть! Извините за мой французский. Ну, красота, слушайте, ребят, вообще. Там... Это океаник. Так, апрель 12-го года, океаник, да-да-да-да. Это я сразу говорю, я не прочитал, я сразу просто узнал океаник. Там сколько он? 208 метров в длину был. Почти этот, такой, довольно большой корабльчик. Так, тут что интересного лежит? Сарванди. Алкогол, алкоголь. Вообще, это что за помещение? А ну-ка, дайте-ка прочитаю, я даже не помню. А, доктор, господи. Как раз по моей части. Ну, я не знаю, вообще препараты надо охранить в холодильнике. Ну, тот период времени, я не знаю. Это, я так понимаю, коечка. Так, это радиатор, что-то тут, кто-то, кто-то. Ну, я так понимаю, здесь в основном на 2-3 пациента было рассчитано, скажем. Потому что там, я не думаю, что регулярно валили. Я знаю, что там кто-то руку сломал из пассажиров первого класса. Там, не помню имя, фамилию девушки. Кто-то напишет. Опять же, в комментариях, пожалуйста. Все, уже язык заплетается. Ship Surgeon. Как его? Олглин. Господи. Язык фонарш. Принимай с 10 утра, да? Кажется, я так понимаю. У меня с английскими не очень, так что. И с 3 до 4 я не пойму, это пьерыв или не пьерыв. Короче, если что, кто расшифрует, пишите, пожалуйста. Как-то стыдно. Уже 30 лет, а с английским беда. У меня уровень английского вообще туристический. Сейчас у меня больше упор на турецкий. Не знаю почему. Как-то заинтересовался. Вот и учу. Когда, так скажем, возможность возникает. Так, это мы где с вами? Так. Это кажется тоже что-то типа изоляции, изолятора, я не знаю. Так. Я помню, что вот это помещение, по-моему, или для психических больных сюда загоняли, или инфекционных. Я не припомню, честно сказать. Ну вот видите, что здесь все обивкой. Уделано специально для того, чтобы сюда что-то не просачивалось. Я не помню, кого сюда. Или тяжелые инфекционных больных сюда засовывали, или психически больных. Я не знаю точно. В принципе, если возникали подобные случаи, такое помещение, как вообще... Очень даже кстати иметь на лайнере. О, это что у нас? А, это мы здесь были, да, с вами уже, кажется, проходили? О, Георг, пятый. Но мне нравится, что вот здесь умутрились еще вот такие фотографии, картины. Весь вешать тут и там. Опа-на, ребятушки. Какая красота. Смотрите, патифон внутри. Это, слушайте, ну, разве не прелесть? Это не чемоданчик, это, я не знаю. Это что-то сверх нормы. Такого сейчас нигде не найдешь. Нигде и никогда. Такой многофункциональный шкафчик. И как его таскать с собой в аэропорт, я не знаю вообще. Это жесть какая-то. Так, сюда мы не пройдем, да, здесь закрыто все. Ну, слушайте, картинка вообще потрясающая. Крайне потрясающая. Это уже не рисунки, как в первых версиях. Ни во втором, ни во второй демо, ни в третьей демо. Даже вот в предыдущей не было такой красоты, как сейчас мы видим. Это вообще очень-очень изысканно. Конечно, бы хотелось, чтобы вот в данных демо-версиях, да вот в данных прохождениях было что-то наподобие какой-то механики. И в прошлый раз я очень-очень хотел бы, чтобы была возможность управления лифтами. Ну что, тут ничего такого уж, я думаю, не стоит. Зашел там, включил лифт, спустился на палубу ниже. Гораздо интереснее было бы. Так, это у нас... Что? 120С. Я когда вижу вот такие туалетные столики, тут же ассоциация с Титаником. Тут же. Где-то видел, по-моему, у нас в городе подобное. То ли в парикмахерской, то ли в отделе вышивки, по-моему. Где-то в ателье видел вот такой подобный туалетный столик. Но там они красиво были вот резьбой по дереву разукрашены. Ну, вокруг зеркала. Я так понимаю, это очень дорогая штука была бы, если бы кто-нибудь захотел бы приобрести, купить. Так. Ну, куда топаем вообще, ребят? Я уже запутался. Ну, вы заметили, что, кстати говоря, тут побольше кают в доступе. То есть, в прошлый раз там что? Пару кают, в основном носовых, были открыты вот эти каюты люкс. Для первого класса. А вот этих не было в доступе. Так что, плюс. Ви, White Star Lion, has provided a safe in an office of a pusher, in which passenger may deposit money, jewels or ornaments for safekeeping. Вот мой английский. Вот он, мой уровень. Больше от меня не просить. Так. Ну, в принципе, вот эти все каюты, они типичные, по большей части. А вот. Красота. Всем нами знакомые. Это каюта Штраусов. В реальной жизни пара Штраусов, муж с женой. В фильме мы эту каюту знаем, как каюту Джека и Роуз. То есть, главных героев фильма. Ну, этот вот знаменитый каменчик. А здесь был вот этот, по-моему, самый, вот этот самый диванчик, на котором лежала Роуз, когда Джек писал картину. Ну, вот такая вот красота. Ну, мне нравится уют. Насколько уютно находиться в данном помещении. И уют в основном придает вот это дерево, вот цвет дерева. Насколько уютно расположен вот этот письменный столик. Насколько уютно расположен каменчик. Вот эти окошки. Насколько вот все это скомповано, но аккуратно, со стилем, со вкусом все. Так, это у нас спальня, да. Если я, не знаю, могу ошибаться, но я припоминаю, что в фильме, кажется, да, мы вот сюда проходили, вот в это помещение, да. А вот здесь, кажется, должен находиться тот самый сейф, в котором хранился бриллиант сердца океана. Припоминайте. По-моему, это так и выглядело. То есть, мы вот так заходим, да, вот с этой комнатой вот сюда, да. И вот эта дверь, по-моему, вот это и есть кладовая, где находился сейф. Но в фильме, я не знаю, в реальности он там находился или нет, но почему я туда зайти не могу, это я вообще понять не могу. Ну, слушайте, я вот хожу-хожу, глюков пока никаких сверхсерьезных я не вижу. Все довольно гладко. Так, а это мы куда идем? Я заметил, что вот здесь уже немножко притормаживает картинка, то есть уже не столь гладко идет. Все-таки надо понимать, что это очень тщательно проработанные... Кстати говоря, надо будет еще сходить в гостиную первого класса, потому что это самое жестокое помещение на корабле, которое жрет, мягко говоря, все ресурсы видеокарты. Да и, в принципе, и процессоры, и все на свете. Так, это у нас канцелярия, да? Что тут интересного есть? Джоу, я уже почти Хокли прочитал. Томас Рассел. Это надо время целое, чтобы сидеть, вот так и читать все. Очень интересно, очень интересно. Время бы было, я еле-еле уложил своих девочек сегодня спать. Так что, кое-как выбрал время для того, чтобы сесть за это дело. Вот интересно, почему вот так вот смазано, вот написано вот эти письма. Можно было бы более четче, было бы интересно почитать, например, что тут у нас имеется. Так, тут у нас тоже, вот видите, журнал. Видимо, заполняет все, что поступает сюда. Так, тут у нас что? Денюжки, вот видите, деньжата. Видите, что прямо разработчики довольно тщательно подошли к деталям, вплоть до мелочей, даже на гравировку на монетах. Видели? Они даже здесь поработали довольно тщательно. Доллары лежат пачками. Я так понимаю, вот этот сейф и есть камень преткновения всех нынче живущих искателей богатства и сокровищ подводного мира. Потому что многие считают, что именно в этом сейфе до сих пор на дне океана хранится множество золотых предметов украшения. Хотя кто-то говорил, что кто-то с сумкой, по-моему, казначей, он все себе в сумку накинул и убежал с корабля. Не знаю. Возможно, он пустой сейчас, возможно, нет. Кто знает? Сейчас это мало кто. Вряд ли кто-то узнает. Может, в далеком будущем, когда уже все это настолько подрушится, вот это все дело, что этот сейф можно будет просто цепить вот за эти ручки и поднять наверх. Тут открыточки, письма, так далее, так далее. Вот тут Олимпик. Тоже Олимпик. Тут у нас кто-то тоже Олимпик. Везде Олимпик. Ну, Олимпик уже в тот период времени был суперзвездой. Конечно, Титаник был еще в тени. Только-только первые рейсы и так далее, так далее. Вот это. Как? We seem to missing 50 potatoes. Вот это с картофель, кажется, или что-то так переводится. Я могу ошибаться. О, ребята, смотрите. Получается, тут разработчики довольно хорошо позаботились, чтобы нам не было... У нас не было проблем с тем, чтобы мы не потеряли здесь. В принципе, то, что отмечено красным розом, это то, что сейчас доступно для обзора по лайнеру. То есть, в принципе, шлюбочная палуба полностью в доступе сейчас. Так, что у нас еще в доступе? Ну, на палубе Б кормовые отделения, полубаки, понятное дело, у нас в доступе. Так, ну, нас больше, конечно, больше всего сейчас интересует, конечно, машинное отделение. Мне очень интересно там побывать, честное слово. Я уж никак не представлял, как они будут это дело разрабатывать. Особенно вот эти поршневые двигатели. Будут они на ходу или как, то есть в статичном положении, я не знал. Все, пересохло. Так. Проект 401. Уже, по сути, вот вполне полноценная реклама Титаника. Тут что мы за журнал? Тоже интересно. Ну, это, получается, копия вот того же журнала. Одно и то же, судя по всему. Или тут письмена? Все-таки интересно для, например, англоязычных, так скажем, проходителей блогеров. Они, по крайней мере, могут спокойно прочитать, понять, о чем там идет речь. Так, ладненько, мы здесь походили. Ну-ка, дайте-ка по носу пройдемся, посмотрим, что интересного. О! Так. Это для леди. В прошлый раз, по-моему, мы с вами сюда ходили. Тот, я так понимаю, но вот эти каюты вряд ли сейчас в доступе будут. Ну-ка. Нет, нет доступа, нет доступа, нет доступа. Так. Вот тут я помню, что вот, да, эту каюту, я помню, мы сюда заходили в прошлый раз. Так. Вот это отдел для джентльменов. Как они вообще делились? Вроде можно вот так пройти, и уже ты оказываешься в отделе женщин. Как-то так. Что-то я много чего поназабывал. У меня, видите ли, интерес к Титанику возобновляется только после того, как происходит что-то экстраординарное. Например, вот 25-летие фильма, уже что-то там в голове запустилось на процентов 45-50, да. Сейчас еще и демо-версия вышла, ну, уже где-то примерно 85-90. Просто, и надо опять освеживать свои знания по Титанику. Вот, поэтому мы и делаем эти прохождения. Так, давайте-ка мы сейчас с вами спустимся, спустимся, спустимся вниз. Видите, что немножко все-таки погружаются текстуры. Ну, я заметил. Кстати, можете, вы тоже заметили, что вот эти окна из свинцового стекла, да, они какие-то, это, немножко нестандартные. Как будто над ними очень хорошо поработали. Раньше они так не выглядели. Посмотрите, какая красота. Нет, реально, они так не выглядели раньше. То ли тон поменялся, то ли цвет, я не знаю. Но красиво очень. Кстати говоря, вот столовая первого класса, мы сейчас с вами зашли в столовую первого класса, это тоже было проблематичное помещение, тоже еле-еле, многие текстуры еле прогружались. Но тут я проблем особо не вижу, быстро прогружаются. Так, ну это столовая первого класса. Столько приборов, ужас. Как там в фильме говорится, начиная от тарелки, двигайся дальше, да. Для многих, кто не знает, что вот это за номера на спинках стульев, да, так это специальные номера, которые выдаются с билетом всем пассажирам первого класса, когда они заходят на борт. То есть, когда они приходят в столовую, да, они должны сесть непосредственно за тот стул, или за тот стол, номер которого указан у них в билете. На другое место сесть им нельзя, даже не в зависимости от того, нравится им собеседник или нет. Если не нравится, пожалуйста, а-ля карты Paris Saint Cafe в вашем распоряжении. Платите там сколько, 15 тысяч долларов за раз, кажется, насколько я помню. Могу ошибаться. И можешь обедать весь вечер, там, заказывать все, что хочешь. То есть, там раза просто вносишь, не за блюдо, раза вносишь целую сумму и, пожалуйста, заказывай все, что хочешь. Вот так. Тогда так было принято. Ну, по крайней мере, здесь есть полноценная возможность походить по всем столикам. Вот так, между столиками. В третьей демо-версии, по-моему, такой фишки не было. Красота. Кстати говоря, вот многие до сих пор не знают, как отличить, да, Титаник от Олимпика. Кстати говоря, вот эти окна, вот эти арки, одно из ярчайших отличий. В Олимпике вот эти три арки, они были разделены на шесть окон, на шесть арочек маленьких, да. На Титанике во время экспедиции на дно океана выяснилось, что все-таки там были вот три большие арки, а не шесть, как на Олимпике. Конечно, когда снимали фильм Титаник, об этом не знали, но теперь уже знаем. Я как представлю, как в далеком будущем вот эту демо-версию будут использовать как нечто, я не знаю, 3D-платформу для больших музеев, что можно было бы это воссоздать вот в пространстве и времени, скажем, типа проекторов. Проектора включили, да, какие-нибудь в помещении, да, с этой строй, с четвертой стороны, да, и можно вот эти все помещения проецировать в помещении музея и ходить вокруг да около. Ну, вы понимаете, о чем я хочу сказать, но не могу полноценно выразить свою мыслю. Но, в принципе, вот этот проект, он достоин этого, потому что это не совсем игра, вы должны понимать, это все-таки больше музей интерактивный. Я очень сомневаюсь, что когда-либо вот эту игру будут добивать, вплоть до того, что там будут какие-то персонажи бегать. Конечно, кто знает. О, у нас тут еще каюта есть. Так. Сразу, кстати, прошу прощения за то, что периодически заплетаюсь, потому что уже сто лет в обед не занимался такими прохождениями. Это даже не в зависимости от того, что я весь день работаю с пациентами, со своими коллегами, и тем не менее, прохождение делать, это для меня представляет большие сложности. Но это работа, тоже своеобразная работа. О, это что было? Это, я так понимаю, мы прогружаемся на другой уровень. Кстати говоря, я, по-моему, в прошлом прохождении, где-то, я не помню в каком, я говорил, что, чтобы легче прогружали все текстуры, надо было бы разделить весь корабль на конкретные отдельные секции. В данной ситуации будет легче помещение прогружаться. Если все засунуть в одну булку, да, в большой корабль, конечно, будет очень-очень туго все прогружаться. Кстати говоря, надо обязательно соскочить в гостиницу первого класса. Мне очень интересно, как там будет все это дело прогружаться. Ну, это наш с вами бассейн на Титанике. Ходят слухи, что он до сих пор заполнен водой. Вода, конечно, какая-то не такая. По-моему, то ли... Ну да, по-моему, в предыдущем прохождении там вода, мне кажется, даже была более натуральной. Не знаете, где была вода более натуральной? По-моему, в прохождении Британика. То есть игра, видишь, вот Британик, хранитель Средиземноморья, да? Вот там вода, по-моему, по-натуральному была. Здесь какая-то она такая, как будто на океанской глади, а не в бассейне. Конечно, красиво, но немножко ненатурально. Так, это водонепроницаемые переборки. Опять же, для тех, кто не знает, что это такое, как только корабль сталкивался с чем-то, вот эти водонепроницаемые переборки закрывались, предотвращая поступление воды в другие отсеки. Между прочим, это и есть камень преткновения того, что сейчас, ну, в принципе, уже последние 30 лет, исследователи не могут попасть в помещение, где находится бассейн, потому что вот эти водонепроницаемые переборки, они прикрывают доступ сюда. Ну, что сделаешь? Раз такая проблема есть, с этим ничего не сделаешь. Так, по-моему, мы отсюда зашли, да? Кажется, или нет? Нет. Так, тут у нас что-то... А, я знаю, тут, получается, отдельное тоже помещение, тоже отдельные баньки. Турецкие баньки. Так. Ну, это мы все в прошлый раз видели, здесь вот особо ничего не поменялось. Ну, это вот солярий, я его называю уже. Солярий начала 20 века. Так, ладненько. А, мне интересно, а там что было, кстати говоря? Ну-ка, давайте-ка вернемся обратно. По-моему, вот эта дверца была, да? Да, вот эта. О! Это мы куда попали? Ну-ка. О, ребят, посмотрите, вот это я не видел в прошлый раз. Это, я так понимаю, уже какое-то почтовое отделение. То есть, это чтобы почту хранить, что тут написано? Тут ничего не написано. Здесь тоже ничего. По-моему, здесь почту хранили, или картошку. Что-то из этого. По-моему, почта все-таки. Потому что это же все-таки носовое. Носовая секция. Тут, скорее всего, где-то почта. По-моему, где-то мы должны столкнуться уже с грузовым тревом. Грузовым отделением. О, шотландская дорога. Мы вышли на шотландскую дорогу. Шотландская дорога, как многие из вас знают, это самый длинный коридор на лайнере. Главная артерия, так скажем, которая проходит через весь корпус лайнера. Многие считают, что, в принципе, вот эта артерия послужила тем, что... Точнее говоря, ахилле своей пятой, из-за которой лайнер быстрее начал набирать воду и пошел ко дну. Так, это получается... А ну-ка, 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 ну-ка. Да, точно, это получается своего рода люк. Трюм, да? Это, по-моему, люк номер один или люк номер два. Получается, сюда спускались эти... Как его? Грузы. Вроде да, вроде нет. Могу ошибаться, честно словно. Но вроде напоминаете люк. Так, тут у нас нет такой истории. Сюда не можем спуститься, плохо. Тут у нас ничего нету. Дальше что у нас? Тоже ничего такого. А ну-ка, дайте-ка посмотрим, что там интересного есть вообще. О, тут какая-то каютка открытая. Почему-то не переименовывают, кому это что принадлежит. Ну, насколько знаю, все каюты, которые имеются на Скотленд Рут, на шотландской дороге, они принадлежат служебному персоналу. То есть, все, кто обслуживает лайнер, стюарды, то есть, они вот проживают вот в этих отделениях, так скажем. Ну, это получается ладспорт со стороны правого борта, кажется, да. Да или нет? Я уже запутался, честно говоря. Все, у меня уже грюки пошли. Это, нет, с левого борта все. Уже крыша поехала. Это же носовое отделение. Все. Деменция началась, ребята. Вон там карма. А это носик, потому что здесь находится как раз шестая котельная. Вот что значит, человек давно не проходил игру, не делал прохождение. Уже все позабыл. На самом деле, должны знать о Титанике, как очень наш, очень наш, все наизусть. Так, здесь у нас, по-моему, нету больше никаких секций, куда можно прокраситься. Да, вроде бы, а здесь мы уже все были, это понятно. Куда мы здесь можем пройти? А ну-ка, дайте-ка гляну. Ой, боже. Так, мы сейчас где-то вот здесь. О, слушайте, ребята, мы, получается, здесь можем прокраситься в отсеке, где находятся эти механизмы управления якорями. Вот видите, вот здесь красным указано. Вот сейчас примерно проведу. Вот здесь. Тут есть вот еще винтовая лестница, по которой кочегары, получается, спускались вниз в котельные и поднимались наверх в свои спальни, вот эти маленькие каморочки. А ну-ка, давайте-ка зайдем в нашу старую добрую котельную номер 6. По-моему, это где-то вот здесь, да? Да, вот она, волевая номер 6. Ничего, так память не изменяет. Вроде что-то помню. Сразу говорю, ребята, я не знаю, насколько я смогу осилить вот это прохождение. Возможно, я где-то сдамся наполовину, потому что... Надо понимать, кораблик большой. Как бы ты не хотел быстро это все дело пройти, за один присест ты это все дело не пройдешь. Ну, слушайте, даже краски тут поменялись. Так. Вот и наша котельная. Ну, слушайте, вообще красота. Тут сразу видно, что поработали над подачей, то есть тепла, так скажем, испарения, как должны выглядеть, да? Соответственно, это мне больше нравится, чем те искры, которые вылетали там в каких-то версиях, да, я не помню, в предыдущей или такой. Краски поменялись, они гораздо более яркие, такие прям воинственные. Ну, мы сами понимаем, где находимся. О, я тут могу присесть. Так, ребят, мы с вами это... Ха-ха-ха-ха. О, просто... Короче, мы с вами в угольном бункере находимся. Ну, слушайте, это чуметь, очуметь. Это какая-то, не знаю, это стальной какой-то ад, если уж так выражаться. А ну-ка, я смогу тут пробраться дальше? О, да, могу. А по лестнице подняться смогу? Смогу. Не смогу? Смогу. Я же хочу подняться по лестнице, товарищи. А по леву, а тут тоже, действительно, есть, кстати говоря. Нет, не могу, короче, подняться. Эй, да. Кстати говоря, я так, насколько помню, именно вот это самый угольный бункер, да, в котором был пожар, который пытались потушить. То есть там самовозгорание вышло. Пытались потушить, да, и типа тут покоробило переборку при пожаре, я так понимаю, которая ослабила стенки, и тем самым айсберг хорошенько продырявил ее, я так понимаю. Видимо, здесь, по-моему, вот, я не знаю, насколько здесь вот этот угол, естественно, вот этого стального листа, возможно, здесь пытались намекнуть, видимо, на то, что здесь все-таки был пожар какой-то. Возможно, не знаю. Ну, слушайте, ну, металл прямо обрисовали конкретно, то есть это не просто вот нарисована текстурка, вы посмотрите, здесь царапины вот на бойлере, вот, ну, насколько это красиво. Аутентичность, самое главное, аутентичность, это то, что я люблю в проектах. Смотрите, какое красивенькое кольцо, прям хочется дернуть за него. Интересно, а шкалы дергаются? А ну-ка, интересно. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, не дергаются, шкалы как стоят, на уровне 40 так и стоят. А ну-ка, ну-ка, давайте-ка сейчас пройдем. Если мы туда залезть не смогли, может, здесь что-то сможем сделать. Так, а это что такое? Не поймете, не понять. Не понять, не понять. Ладненько, давайте отсюда спускаться вниз дальше. Ну, короче, здесь уже можно спокойно походить по всей бойлерной. Я так понимаю, видимо, тут только шестая бойлерная и в доступе есть. О! Сюда мы, я не помню, мы могли сюда ходить или нет. Я помню, здесь длинный-длинный коридор такой идет. Насколько я помню, это прямо к носу мы идем. Конкретно. И там должны находиться вот эти винтовые лестницы, где кочега распускаются. Насколько я помню. Вот это водонепроницаемая дверь. Так, все. О! Это что такое? Станки какие-то или что? Посмотрим. Way out with sight. Man will break the wall in tunnel. Переводите, мои дорогие друзья. Так, кто что у нас? Man must break the wall. Ну, это то же самое, видимо. Это что за вентили, товарищи мои? Что это за вентили? Если кто-то знает или не вентили, я не знаю. Это горелки. На горелки похоже как будто. Как, нет, все-таки это вентили. Да, вентили. Для чего? Не понять. This way up. А, вон. Угадал же. Значит, я еще что-то понимаю в архитектуре лайнера. Ой, что-то у меня голова закружилась. Так. О! Это один из грузовых трюмов, да, я так понимаю? Мне вот интересно, сможем здесь мы глянуть на автомобиль Рено, который находится в трюме на самом дне? Надо поискать, может, что найдем интересного. Вот бы хотя бы один ящик из того, что там лежало вообще в трюме, в себе. Забрать бы. Я бы ухаживал за этим ящиком. Хранил бы как зеницу ока. Почему бы и нет? А, тут, слушайте, прям этот лабиринт придумали специально, чтобы мы пошарились, посмотрели, что интересного. О! Что это? Это сундучок с сокровищем, что ли? А, что он открытый? Так, это фляга. Ну, слушайте, это прям напоминает наши деревенские фляжки. За водой, когда мы ходили. Ну, тут видно, что прямо-прямо это скамповали, насколько могли. Все это утварь. Так, ладненько. Давайте подниматься. А, слушайте, вот это питьевой фонтанчик же, да? По-моему, насколько я помню, в фильме «Призраки бездны», да, по-моему, вот этот питьевой фонтанчик и был снят. Якобы, эта некая доброта была высоко оценена, да, по отношению к кочегарам. Все-таки в кочегарах была самая грязная работа, и самая тяжелая работа. Так, по-моему, это... А, слушайте, это как раз... Да-да-да-да-да, это получается кочегары здесь спрят. Точно, точно. Видите, прямо именно сужение к носу все-таки здесь идет конкретно. Многие все-таки говорят, что если бы лайнер столкнулся, ну, в айсберг прямо носом напрямую, он бы не затонул. Но все ребята, которые здесь спали бы, да, после своей тяжелой смены, они бы все померли бы за раз. Их бы тут смятку бы смяло. Кстати говоря, смятку смяло, сразу вспомнился момент в Турции с этим землетрясением. Я сразу сказал, что там не меньше 50 тысяч будет погибших. Сразу сказал, почти 100. Так и вышло. Это, если вспомнить хотя бы землетрясение у нас в Армении, в Ленинакане, где объем поражения, ну, территории землетрясением, там, где-то 60-70 километров, да, и в основном пострадал город Ленинакан, где было 200, там, 300 тысяч, короче, населения. Всего-то 300 тысяч. Погибших было там 25 тысяч. Это только официально 25 тысяч. А тут в Турции, да, разнесло землетрясение почти что на полстраны, да, землетрясение чувствовалось практически на всей периферии, до Армении, до Сирии. Ну, Сирия, понятно, пострадала там чуть ли не до Грузии, то есть все эти страны почувствовали вот эти толчки. Но пострадали-то города-миллионники, то есть в эпицентре. Там несколько, 10 городов-миллионников. Так что, однозначно, там не меньше 50 тысяч было бы погибших. Я не знаю, возможно, даже это такие посредственные цифры может через какое-то время конкретно скажут, сколько погибших. Понимаете, потому что все-таки власти стараются смягчить последствия того, что случилось, чтобы не шокировать свой народ, свое население. Поэтому могут что-то приукрасить. Сказать, что, ну, знаете, вот такие цифры. Короче, верьте на слово, все. А на самом деле статистика там ужасающая. Я уже сомневаюсь, что там погибших гораздо, вот, меньше 50 тысяч уж явно не будет. Ну, до 100 тысяч явно. Так, это получается... О, да, точно, люк номер 1, кажется, да? Если не ошибаюсь. Ой-ой-ой-ой. Тут, кажется, можно еще и поиграться. Специально открыто оставили, что ли, этот люк. Я же только поднимался, запарился подниматься. У меня уже голова мутится. Меня мутит. Я ненавижу вот эти аттракционы. Так. А, теперь еще политики подниматься, я забыл, да. This is down, сидик. Так, то есть, это палуба С, да? Это променад первого класса. Так. Тут что у нас? Кстати-ка, тут мне будет интересно, что тут интересного есть. Так, нет, падать я больше не буду, точно. А тут, видимо, так специально сделал, чтобы я не мог подняться. А ну-ка, ну-ка, дайте-ка гляну. Вот, получается, мачта. Вот это первая труба. Ну, слушайте, ну, красиво, что могу сказать, красиво. О, ребят, красота какая. Это я так понимаю. Это кухня. Это кухня, кухня. Видимо, кухня для кочегаров. Ну, смотрите. Ну, это разве не красота? Смотрите-ка, прямо радуется глаз вот этому огню в печке. Насколько это красиво, настолько это проработано, гладко проработано. Прям очень приятно. Молодцы, ребята, молодцы. Очень красиво сделали. Прям чувствуется, я не знаю, дух того времени прямо чувствуется вот из этой печки. Там хлеб, хлеб, по-моему, в печке, да, хлебушка. Хлеб в духовке, так. Тут он хлебушек черный. Так, тут черный хлебушек, огуречек. Тут грязные тарелочки. Так, вот это что такое? Не знаю, что это такое, ребят. Какие ваши идеи? О, сыр, мука или соль? Это что? Это тоже. Зерна какие-то. Возможно, перловочка какая-нибудь. Мешок сутри. Вот это семена. Овес или что-то? Не могу судить точно. А это, я так понимаю, вот эта картошечка. А это, я так понимаю, машина для чистки картошки. Видимо. Почему тогда рядом она находится, да? Я могу ошибаться, я не знаю. Ребят, свои идеи. Ну, это прям, я не знаю, это больше похоже на сейф. Какая-то, я так понимаю, это печи тоже. Чикота. Ну, кухня, слушайте, солидная вообще красота. В такой кухне работать. Одно удовольствие у вас посмотрите, какие кастрюльки. Все сияют, все блестят. Так, это на променад? Нет, пока мы на променад не пойдем. Так, мы сюда входили. О, ребят, это получается лестница на марсовую площадку. На мачту. То есть, я думаю, мы сможем подняться. To cross nest. Давайте-ка я хочу немножко там походить, посмотреть. Может, что-то мы еще увидим. И если ничего не будет интересного, вернемся обратно. Так, это... Что, столики для отдыха, я так понимаю. Для кочегаров. О, слушайте, это что такое? О, вот они, ребята. Это, получается, это механизмы для управления якорными установками, которые вот эти два якоря по бокам на носу стоят, а висят. Это специально для этого. Слушайте, вот эти механизмы, они очень напоминают пашневые двигатели. Да, ну это, да, это, судя по всему, это какие есть пашневые двигатели. Только они вот как раз, судя по всему, и управляют вот механизмом спуска винтов. Кажется. Тут какой-то люк открытый. О, погодите, погодите. Я кое-что тут заметил. Ээээ. Спешу, 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 спешу. Видимо, я не смогу пробраться. Но, видимо, видите, вон то отверстие на носу, которое есть, да? Это, получается, вот этот носик, открытый носик на носу, который есть. Видимо, специально как раз вот для якоря, кажется, да? Тоже специально установлены. Вот это вот отверстие установлено специально. Как это все работало? Вот интересно посмотреть бы это все дело, все вот это в действии, как оно работает. Ну, красота. А ну-ка, дайте-ка спустимся здесь, что у нас? Это, получается, склад для хранения почты прямо на носу, ребят. Прямо на носу. Это прямо впритык. Тут что у нас? А я что, не могу упасть? Вот тут я точно хочу упасть. Пожалуйста, дайте возможность. Если так падать, падать, можно оказаться прямо на дне, где и автомобиль находится, в принципе. Ну, слушайте, аутентичность прямо вот этих грязных мешков, как вы считаете, что здесь могло храниться? Ну, почта, скорее всего. А что еще может здесь храниться? Наверное, почта. Так. Куда нам дальше топать? А, мы хотели подняться на марсовую площадку. Мы сможем, наверное, это сделать? А ну-ка, давайте-ка. По-моему, мы так шли, да? А ну-ка. О, точно. Сейчас гляньте-ка вообще, как это все выглядит. Сверху. Айсберг прямо по курсу. А можно колокольчик? Не постучишь в колокольчик. Ну, слушайте, ну красота. Я как представлю, когда уже игра будет готова, насколько это будет красиво. Эстетика порет просто. Настолько это все красиво. А тут, я так понимаю, что здесь могу храниться? Я уже не помню. По логике, бинокли, наверное, должны были храниться. А может, паёк. Что-то узнает. Так, мы с вами вернусь обратно. Так, а мы-ка. Так, мы здесь были с вами. Кажется, тут был какой-то выход в променад. Давайте-ка. Да, да, точно, точно. Посмотрим, что тут интересно. Мы, по-моему, с вами еще снаружи не были ни разу. Обожаю. Я постепенно, так скажем, ухожу в релакс. Уже засыпаю. Тяжелый был денек. Но, тем не менее, это хоть немножко успокаивает. Успокаивает. За год много чего поменялось. Начал получать соответствующие квалификации. Работы, соответственно, прибавилось. Но от этого нам не горестно, наоборот, радостно. Стараемся работать. Тебя практически за компьютером, честно говоря. Ну, если чисто в удовольствии, не сижу. Реально, физически просто некогда. Так, это получается... По-моему, сейчас вот где-то отсюда можем зайти в салон, где находится гостиница, гостевая первого класса. Да? Если я не ошибаюсь. Это мы поднялись на шлюпочную палубу. О! Ну, величие, ребят. Посмотрите, какая красота. Просто красота. Хочется все сразу посмотреть, но видно, что это очень-очень огромный пласт. Это за раз все не посмотришь. Мы с вами еще даже в машинном отделении не были. Еще ни разу. Так, это что? А ну-ка, давайте-ка зайдем. Так, это мы опять вернулись на корму. Так. Что мы еще с вами не посмотрели? У меня уже крыша едет, честное слово. Надо было карту распечатать перед глазами, чтобы было понятно. По палубам прошелся сзади, наперед и спереда назад. По крайней мере, было бы понятно и ясно, куда нам двигаться дальше. Так. Грузится, грузится, грузится. Так, так. Угу. Тут у нас курительный салон. Ну. Очень красиво, ребят. Очень красиво. Ну, посмотрите, вот эту золотую отделку. Я не знаю, или ребята совсем с ума сошли, что столько лет работают над усовершенствованием всего вот этого. Прямо детализация тут ко всему придирка. Вплоть до вот этой кнопочки, да, вызова стюарда, я не знаю, кого-то там еще. Самое интересное, знаете, что слышно, как идут часы, но не слышно, как огонь в печи, в камине играет. Стреляет. Ни единого звука. Очень странно. Так. Так. Так, мы, интересно, куда выйдем. А, это зимний сад. Я помню зимний сад. Так. Это мы вышли наружу опять. Надо будет вернуться обратно все-таки. Так, что вот так. Много чего хотелось бы рассказать вам, ребят. Очень много интересного произошло за этот треклятый год. По-моему, вот это помещение еще не было доступно в прошлый раз. Я не знаю, что это такое. По-моему, это... Не знаю, вентиляция какая-то. Или это механизм для управления лифтами. Там же есть еще лифты на корме. У-моему, это точно есть. Так что это... Могу ошибаться. Честно, я вот по этим нюансам я не сильно разбираюсь. Если кто-то разбирается, давайте, ребята, толкайте идеи. Так, ладно, вернемся обратно. Ребятушки, сразу скажу, что если я сегодня все не осилил, будем продолжать в следующий раз. Насколько мне хватит? У нас уже здесь почти что пол второго. Так. У-у-у! Это, погодите-ка, это получается... Я не понял. Это зимний сад, получается, и курительный салон. Они вместе соединены вот этими двумя помещениями. Это что такое? Это, я так понимаю, маленькая кухонка. Я так понимаю, здесь они сразу обслуживали два отделения. То есть, получается, зимний сад обслуживали и курительный салон. То есть, кому-то тут виски, кому-то вино, кому-то что-то еще. Шардо какой-нибудь, французское, французское. Точно. То есть, как-то они так работали. Я эти помещения, по-моему, их тоже не было в прошлый раз. Так. И теперь, как мне выйти-то отсюда? Из этого тупика. Ладика, давайте выйдем. Попробуем выйти из... Вообще, из курительного. На крайнюю. Еще напоследок, еще разок взглянем. Ну, красиво, ребята, вообще красота. Очень, очень красиво. Ребята, вообще молодцы. Вот так смотришь на потолок. Вообще, возникает ощущение, как будто это реальное помещение, которое реально существует. То есть, сейчас. Это никакая ненарисованная штука, ни текстура, ничего. Видимо, это новый движок, так играет на глаз. Очень хорошо отработано. Довольно, довольно смелые решения. Так. Ну, тут мы знаем, это получается... Эти каюты мы посещали с вами. Тут у нас обитал вот этот фотограф. Я уже фамилиями, честно говоря, не помню. Но это был пастер, я так понимаю. Он сошел с лайнера где-то в Квинстаоне на последней стоянке. И его фотография, это единственная фотография, которые сохранились на сегодняшний день. Единственная фотография Титаника при жизни в его архиве. А это получается каюта Томаса Эндрюса. Человека... Не, ой. Да? Томас Эндрюс, да? Все верно. Все правильно сказал. Все время слетали. Человек, который приложил руку к постройке вот этого гиганта. Ну, слушайте, тут прямо еще и над картой поработали. Не знаю, освещение какое-то. Как будто не бумага, а какая-то лакировка. Я не знаю. Тут, по-моему, где-то смятые бумажки валяясь. Где-то по углам. Поскольку я помню. Ну, красиво. Очень красиво. Так. Дальше что у нас? Витражи. Посмотрите, какие красивые витражи. Прямо реально, натурально. Прямо чувствуется, что можно вот это все дело потрогать. Рельеф вот этих витражей и рисунков очень подкупает. О, ребят, мы сейчас, получается, подойдем к самому, можно сказать, наипрекраснейшему помещению на лайнере. Но при этом самому тяжеловесному для компьютерных ресурсов. Почему? Потому что там везде резьба по дереву. Там везде крайне грамотно вот эти выстроенные текстуры. Поэтому, если будет крайне сильно тормозить, вы уж меня простите. Разрабатывал игру не я. Так, 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 так. Так, пока спокойно. Какая красота, ребят. Это же, смотрите, какая красота. Это вообще, это очумело. Вы посмотрите, это... И как еще свет отражается во всех вот этих листьях. Вот в этой резьбе. Очень красиво, очень грамотно. О, духа перехватывает. Очень-очень красиво, очень. Немножко подгружается, но ничего страшного. Это не то. Это ни с чем, вообще не сравнить с тем, что было раньше. Сейчас вообще очень красиво. Я говорю, я в настройках не копался. Вот как было, с нуля прям запустил и пошло-поехало. Люстра какая красивая. Прямо это... Очень-очень красиво, ребят. Очень красиво. Одно восхищение. То есть, никаких других эмоций. Letters. Письма какие-то сюда закидывали, я так понимаю, да? Ну, реально, сейчас картинка крайне стабильная. Я так понимаю, это играет тут большим фактором, так скажем. Основным фактором играет то, что ребята разделили всю игру на сектора, чтобы быстрее прогружались все текстуры. Это очень грамотный ход. Понятное дело, оптимизация тоже сыграла свою роль. Ребята еще к оптимизации грамотно подошли. Плюс ко всему, моя обновленная видеокарта. И вот эти три фактора сыграли довольно... Очень смежно и очень грамотно вместе. Друг с дружком. Какой красивый каменчик. Это, по-моему, женская... Я не понял, комната отдыха. Я так понимаю, ей кажется, да? Так она называлась. А ну-ка. Нет, здесь не написано, как она называлась. Так, ребят, я очень-очень хочу глянуть на машинное отделение. Вот как ни крути. Так, мы так куда пройдем сейчас? По-моему, это к носу дело. Мы к носу идем. Здесь мы не были с вами еще. О! Туалетик. Но это больше не туалетик, а умывальники здесь. Так. По-моему, ребят, если я не сшиваюсь, могу ошибаться. Я не припоминаю, честно сказать. Но, по-моему, вот одна из этих кают. По-моему, вот видите, бронзовая кровать. Это, по-моему, койота Маргарет Браун. То есть, вот эту, которая непотопляемая, Молли Браун, есть, да? Это ее каюта. И как она рассказывала, по-моему, вот в Призраках Бездны Титаник, что она спала на бронзовой кровати. Вот это, по-моему, та самая бронзовая кровать. Одна из этих, по-моему. Вот это, по-моему, то ли с этой стороны, то ли с другой стороны. Я не припоминаю номер каюты, в которой она находилась, но, по-моему, это было здесь. Как раз на носу корабля. Если кому-то интересно, если кто-то не знает, кто такая была Болли Браун, что за история за ее плечами, пожалуйста, открывайте, википедию читайте, интересуйтесь. Это все очень-очень интересно. Ну, слушайте, прям хочется тыкнуть кнопкой и открыть лифт. Ну, что это такое? Неприятно. Так. Прямо издалека вот смотришь на вот эти радиатор, смотрите, как пар прямо отходит. Очень красиво, очень красиво. Так. Давайте-ка вниз спустимся тогда. По-моему, по каютам мы здесь уже походили, тут особо смотреть-то не на что. Вроде бы. Я очень-очень хочу глянуть на двигатели, как мне туда пробраться. Нет, так мы идем к носу. Это нос. Дайте сейчас пройдемся до конца, посмотрим, здесь мы были, не были. Да, по-моему, здесь мы были уже все. Да, мы здесь были. Давай, верно, возвращаться обратно. Так. По-моему, надо выйти на скот, рут, если я не ошибаюсь. Да, верно. Надо на шафландскую дорогу выйти, чтобы у нас был прямой доступ к корме. Мы так пройдем сразу же в кормовой отсек, и там посмотрим, может, есть какие-то дверцы, откуда можно попасть в машинное отделение. Если там бойлерный, можно попасть, соответственно, по логике можно попасть в машинное отделение. Так. Так. Это мы идем к корме. Джинни Рун, понятно. Ну, это получается столовая третья класса. Так, мельком зайдем, глянем, посмотрим, что тут интересно поменялось. Вроде бы ничего не поменялось. Тут как вот эти пирожочки лежали, такие лежат. А я голодный. И горло уже подхрипывает. Так. Ну, вот эти штанги специально они вот тут выставляют для того, чтобы не перемешивались пассажиры третьего класса с рабочим персоналом. Ну, то есть, продумали. То есть, дискриминация везде и всюду. Хотя, не знаю, можно это относить к дискриминации. Просто, видимо, к банальному порядку. Так. Здесь, по-моему, где-то музыканты ночевали. Да, вот. Каюта музыкантов. Это я уже помню более-менее. Так. Тут у нас что? Шейф. Бейкера, не знаю, не знаю, кто это будет. Так. Тут у нас все закрыто. Как всегда. Во! Ребят, попали машиноотделения. Это круто! Они еще работают. Наконец-то на модели Титаника в демо-версии Честь и Слава наконец-то хоть что-то работает. Что-то движется. Ну, помимо огня в котельных в шестой бойлерной, да? По крайней мере, хоть что-то и еще что-то есть, что двигается. Вы посмотрите на эту махину. Это вообще... Это тотальные размеры. Вообще гигантские, гигантские. Вы посмотрите. А ну-ка, дайте-ка, залезу сюда. Да, ты можешь залезть. Величественные двигатели Титаника. Ребят, пожалуйста, любуйтесь. Вот как это все дело функционировало. Я еще больше поражаюсь не тому, как это все работает, а тому, как это все дело собрали вообще. То есть, это какие надо было, я не знаю, гайки, это какие нужны были ключи какого-то там 60-го размера, чтобы это все прикрутить на вентиле, туда-сюда. Получается, вот эти два поршневых двигателя, они работали напрямую на валы правого и левого винта по бокам, а центральный работал на турбине, который, ну, вот, соответственно, вращал центральный винт. Я не знаю, правда, как туда попасть, наверное. Можно как-то попасть. Интересно, в турбинате здесь, по-моему, здесь можно еще в турбинате попасть, насколько я помню. Только как попасть, я не знаю, тут одни цепи, меня вообще окружили цепями, нету никаких возможностей как-то перелезть. Ну, слушайте, ну, вообще красота, двигатели, посмотрите. Я же был, получается, у нас в Иркутске же есть ледокол ангара. Не знаю, кто был, кто не был. И получается, там в цоколе есть, ну, в трюме, да, непосредственно, есть вот точно такого же цвета поршневой двигатель, потому что ледокол ангара, он был собран по частям из тех материалов, которые были отсюда, сюда привезены из Англии. То есть, тогда еще по поезду, на поезде, вот весь металлолом, да, вот так, грудой привезли из Англии сюда, в Иркутске собрали вот этот ледокол. И вот в цоколе вот как раз один вот такой бойлер, как на Титанике, один только большой стоит в трюме. И вот такой вот поршневой двигатель, но размером где-то 1 четвертая от размера вот двигателей Титаника, конечно, ну, это двигатель Титаники ни с чем не сравнить. Они самые большие были в истории, какие, ну, наряду с Британиком, с двигателем Британика, самый крупный поршневее двигатель из когда-либо построенных. Но вообще красота, красота, и прямо эстетическое удовольствие получаешь, когда все, на это все дело смотришь. кстати говоря, заметил один искрометный момент. Если вы помните в фильме, там, где вот этот машинист, уже фамилию забыл, честно, на Б кажется фамилия, когда он смотрит на двигатели, когда первый раз показывает нам машинное отделение, там пространство гораздо более такое весомое, большое. Здесь же получается оно поменьше, потому что, как мы знаем, мы понимаем, то что это был специальный кинематографический эффект сделан, чтобы придать масштаб тому, что происходит. На самом деле, здесь по обе стороны машинного отделения находились вот эти большие стены, вот эти водонепроницаемые перегородки, я так понимаю, ну стены, да, с водонепроницаемыми дверями. Так что это помещение все-таки было чутка поменьше, чем то, что нам показали в фильме. Понятно, в фильме все по максимуму, по масштабе показали, чтобы удивить зрителя, ошарашить, как можно, как, что вообще, что за инструменты, что за аппараты двигают вот этой махиной. Так, мы сейчас, получается, поднимаемся дальше наверх. Я вижу, что там какая-то дверца. Мы туда сможем пробраться? Интересно. Ну-ка. Да, можем. Что тут у нас? Ничто. Мы сюда не проберемся никак. Ребят, тут что-то. А почему-то, вот, я не понимаю, вот здесь, получается, проставили вот этот ящичек, здесь ведерко, там ведра стоят, как мне туда к лестнице пробраться. Зачем вот этот лаборинт вы придумали, ребят? Ну, цилиндры, конечно, вот прям гигантские. Я, насколько помню, в одном из документальных фильмов, как назывался, Титаника 95-го года, это и первый самый документальный фильм по Титани, который я видел, рассказывались про вот эти цилиндры башнивых двигателей, как момент, когда корабль раскололся и корма ушла на дно, и вот из одних вот этих цилиндров, в одном из таких цилиндров, еще сохранялся воздух, и при спуске на дно давление воды пробило дыру в стенке цилиндра двигателя, то есть там еще сохранялся воздух. Так, это мы вылезли из машинного отделения, да, я так понимаю. так, что тут у нас интересного есть. Ну-ка, кто тут у нас знакомое лицо. Это не отец ИСМИ, а нет, случайно, я могу ошибаться. По-моему, да, это точно батя это его. Воспитал не очень хорошего сына, сейчас многие так подумают. так, маркет Титанико, план, давайте-ка пройдем отсюда. Это твой не мог, так понимаю, тоже для стюаргов, специальная столовая или что-то в этом духе. это мы уже здесь были. Так, а это что? А это, получается, вход с другого места, да? А-а-а, ребят, это получается, все понял, это получается турбинный отсек. Это, я так понимаю, да, это турбинный отсек, получается, двигатель здесь заканчивается, а здесь, получается, идет турбина. И вот по этим трубам остаточный пар уходит на центральный двигатель, на турбин, который вращает центральный винт. Это здесь. Только какого черта я не могу спуститься вниз. Это же самое интересное помещение. Противные разработчики. Так, а это что? А это что еще? Ну, какой дебил сюда молоток присобачит? Мне интересно. Ну, издевка. В чистом виде. Эх, ребят, все. Нет, вообще здорово. Картинка здесь гораздо отменее, чем в предыдущей демке, гораздо более стабильная. То есть, за это можно, ребят, похвалить. Это куда попали? А, все понятно. Это мы где-то, ну, понятно, в районе кормы, это там, где второй класс начинается, их столовая и так далее. Да, точно. Мы в этом помещении в прошлый раз ходили, смотрели, да, было дело такое. Помню. так. Что это? Хайп авт? Это что такое? А. А больше ничего не слышно, только одни часики. Это что такое? А ну-ка, дайте-ка пройдемся вниз, посмотрим, на куда так придем. Никуда мы не придем, это тупиковая история. А если наверх? так. Да, точно, здесь в столове второго класса, немножко подгружается, ничего страшного, но гораздо более отменная работа, чем в прошлый раз. В прошлый раз очень сильно тормозило. Конечно, замечаются некоторые вот эти нюансы в плане, вот скажем, вот по цветам клавиш. Я сам как бы играю на клавишах, у меня синтезатор есть, музыкальная станция. Сразу видно, что вот здесь цвета разятся у всех клавиш. а так не должно быть по всем порядкам. Так, вот это лифт. Ладненько, давайте подниматься наверх, посмотрим. Этот курительный салон второго класса, мы здесь тоже в прошлый раз с вами были. Так, сейчас мы так выйдем уже на променад, кажется, да, вроде бы. Так, наверх мы выйдем уже на шлюпочную палубу. Да, вышли на шлюпочную палубу, вроде бы. Нет, не на шлюпочную палубу, это шлюпочная палуба выше. Туплю немножечко. Так, breakfast, dinner, tea. Так, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот это я помню. Получается комната, ну, точнее говоря, курительная комната отдыха для пассажиров третьего класса. Это я припоминаю и с этой стороны, да. Поэтому все это с вами, ребят, видели в прошлый раз. Ничего нового здесь не прибавилось, не убавилось. так. Ну что ж, ребятушки, я уж думаю, вот на этой ноте, на вот-вот, вот на этой красоте, я думаю, что уже можно сделать перерывчик. Я думаю, мы еще одно прохождение сделаем. Возможно, я что-то там недопрошел, чего-то не увидел. Если есть какие-то помещения, в которых я не побывал, да и в принципе, которые появились новые помещения на данной демо-версии, о которых мы еще не знаем, которые не прошли, ребят, пожалуйста, пишите в комментариях, может мы еще с вами допройдем, сделаем еще одно прохождение итоговое, сделаем небольшие выводы. И я обещаю, что в следующем прохождении вас ждет небольшой сюрприз. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok